Социальная служба наряду с медиками вовсю готовится ко встрече эпидемии, закупают марлевые повязки, перчатки и антисептики. Все это им потребуется для того, чтобы обеспечить безопасность сотрудников. Они на протяжении всего карантина будут посещать пожилых людей, которые нуждаются в помощи, приносить продукты питания и медикаменты. Мы планируем доставлять продукты питания и лекарства по назначению врача тем гражданам, которые одинокие, одинокопроживающие, либо чьи дети и родственники находятся за пределами города и которым нужна помощь данного вида. На сегодняшний день сотрудники социального обслуживания создали специальный штаб, куда входят 53 человека. Специалисты будут выяснять, действительно ли гражданин нуждается в помощи и относится ли он к маломобильным гражданам. Если ситуация сложится таким образом, или вернее граждане отнесутся к этой ситуации вот именно так, как предполагает наше правительство, то есть все засядут по домам и будут бояться выходить из дома, надеясь на то, что кто-то им принесет продукты или рецепты, я боюсь, наше учреждение с этой ситуацией не справится, поскольку пенсионеров гораздо больше и заявок, чем наших сотрудников. Центр социального обслуживания набирает добровольцев, чтобы помочь бабушкам и дедушкам, которые оказались в трудной ситуации. Вступить в ряды волонтеров просто, достаточно прийти в Центр по адресу Шверника, 11. Мы зарегистрируем его как волонтера, выдадим временное удостоверение, обеспечим средствами защиты, маской, перчатками и дезинфектантом для рук, и будем передавать такому гражданину заказы для того, чтобы он выполнял заявки граждан. Более подробную информацию о помощи пожилым гражданам можно получить по телефону 6 94 39 или 6 94 41. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.